Здравствуйте! Информационно-аналитический проект «Актуальный микрофон» в эфире на Белорусском радио, телеканале «Беларусь-24». С вами ведущий Андрей Сыч, а также наш гость, политолог Юрий Воскресенский. Здравствуйте! Не терпится обсудить ряд важнейших новостей. Мы вот с Юрием еще до эфира просто получили эстетическое удовольствие от тех новостей, которые приходят из братской нам Польши. Дональд Туск остается одним из главных ньюсмейкеров на сегодняшний момент нашего региона, задавая определенный темп в сотрудничестве с бывшей правящей властью на территории польского государства. В отношении двух бывших чиновников возбудили следствие, уголовное дело, насколько я понимаю, и они решили спрятаться в резиденции своего патрона, нынешнего президента Анджея Дуды. И произошла очень курьезная ситуация. На некоторое время Анджей Дуда отлучился на встречу с некой Светланой Тихановской. И в этот момент в его резиденцию зашли представители правоохранительных органов в сопровождении службы охраны президента и задержали экс-министра внутренних дел и, насколько я понимаю, его помощника. Юрий, прокомментируйте, пожалуйста, происходящее. С чем это связано и вообще, насколько эта ситуация интересна нам с политической точки зрения? Ситуация действительно очень курьезная. Два бывших высокопоставленных руководителя МВД сбежали, попытались сбежать от правосудия, спрятавшись в резиденцию президента, но при этом этот побег им не помог. Туда зашли спокойно сотрудники полиции и арестовали их по ордеру суда, который был выдан 8 января. То есть грехи имеются за данными субъектами? Имеются. Они были лишены депутатских мандатов. Очень важный момент. После того, как Туск, коалиция Туска победила. И вот здесь очень важно для нас два момента. Ну, во-первых, мы фиксируем и констатируем продолжение внутриполитической борьбы в Польше. Для нас это неплохо, потому что чем больше они будут заниматься внутриполитической борьбой, тем меньше они будут вредить белорусско-польским отношениям. А мы, подчеркну, в очередной раз призываем новое правительство Польши перегрузить отношения с Белоруссией и начать выстраивать нормальный конструктивный диалог, основанный на экономических и прочих преференциях, выгодах, взаимных выгодах. Значит, что касается... То есть это первый момент, да, продолжение внутриполитической борьбы. Второй момент. Проигравшая партия «Право и справедливость» Дуды Моровецкого-Кочинского не уважает закон. То есть она продемонстрировала. Это же немыслимо, когда два преступника прячутся в резиденции президента. Это какая-то банановая республика. Даже в Африке, мне кажется, уже так не поступают. Наверное, нет таких государств, где бы это было возможно. Польша позиционирует себя как такой оплот демократии и ценностей, но это просто насколько имиджевый урон вообще и к системе государственности Польши и непосредственно к действующему главе государства. Но они фактически облегчают в том числе нашу информационную работу. Потому что такое даже мы не могли придумать. Два преступника прячутся от решения суда в резиденции президента. Мне это, знаешь, что напомнило? Как в определенный момент наши беглые пытались спрятаться на территории посольств разных государств. На территории Беларуси. Их потом в багажниках все вывозили без памятства. Плюс-минус такая же ситуация. Только здесь, наверное, было в планах вывезти из этой резиденции Анджоя Дуды, вот этих чиновников в багажнике уже куда-нибудь, я не знаю, в сторону Германии. Но тоже вряд ли после того, как они испортили все отношения, даже непонятно куда вывозить этих двух персонажей. Ну, наверное, действительно, их планировали скрыть от правосудия уже более глубоко после возвращения Дуды со встречи с представителями беглой белорусской оппозиции. Но этого не произошло. Вообще, все, что случилось сейчас и что до этого происходило, показывает о том, что Польша, извините, от демократии, прав человека, конституционной законности, ну, ей до них как до луны. Мы гораздо ближе к этому стоим, если не в самом центре этих всех понятий. То есть люди, которые захватывают государственное телевидение, меняют руководство, а до этого это телевидение другие захватывали и выписывали себе премии большие, значит, они рассказывают, как нам жить в Беларуси. Это же смешно. Мне понравилось заявление Кочинского по этому поводу. Вот этот дедушка, который засыпает на заседаниях польского сейма, вышел к трибуне и сказал, что та пропаганда, которая сейчас идет с экранов польского телевидения, она очень сильно напоминает нарративы, которые были на протяжении восьми лет в Польше, но в другую сторону. А потому что вот эти все провокации, которые организовывали представители, в том числе, польских спецслужб, они имеют обоюдоострую сторону. И сейчас они столкнулись с тем же самым. И они сейчас не знают ни что делать ни с телевидением, ни что делать со своей так называемой оппозицией. Что-то мы не видим конституционного взаимодействия в рамках парламента, а мы видим просто разгром победившей стороны, разгром другой стороны, которая пытается ее маргинализовать. Мы видим ту же роль белорусской беглой оппозиции, которая примыкает то к одним, то к другим, возможно, работая и выполняя задания польских спецслужб. Но при этом есть отличие. Вот они все, что хотели Беларуси, совсем столкнулись сами. Но при этом есть отличие. Мы, а, не злорадствуем, а, б, не вмешиваемся в польскую политическую повестку. Мы не принимаем никаких заявлений, никаких заявлений МИДа, никаких заявлений официальных должностных лиц. Мы, как мантру, повторяем. Ребята, давайте жить дружно, давайте взаимодействовать, давайте торговать, заканчивайте заниматься тем, чем вы занимались до этого. Почему мы это говорим? Есть ли шанс, что нас польская сторона услышит? Есть, но очень минимальный. Очень. Но мы говорим это, чтобы они потом не говорили, и чтобы наши граждане не думали, что мы стали инициаторами такого обострения. Мы говорим для того, чтобы все услышали. Беларусь открыта в взаимодействии со всеми европейскими партнерами и, прежде всего, с нашими любимыми соседями. Мы хотим нормально торговать, общаться, обмениваться, ездить друг к другу. Прекратите, пожалуйста, вмешиваться внутри политические проблемы. И это станет точкой отчета, точкой перезагрузки. Вот какие здесь очень важные моменты. В отличие от их желания, а их желание, как вы помните, было развалить Республику Беларусь изнутри. Да, действительно, Беларусь нейтрально относится к событиям в Польше, но я вынужден признаться, Юрий, я злорадствую. К сожалению, вот грешен, человеческие пороки мне не чужды. С удовольствием наблюдаю за происходящим в Польше, никак не вмешиваюсь в эти процессы. Поляки сами способны, так сказать, устроить веселую жизнь внутри своего государства. Но мне нравится. С учетом того, как они относились к моему государству, в котором я себя комфортно и уютно чувствую, я склонен верить. Вот как-то глава государства сказал, что Беларусь Богом хранимая страна, государство. И мне кажется, что вот по заслугам в целом воздается. Здесь в том числе интересно твое мнение относительно вот этого раскола в польском обществе. Оно на протяжении уже, наверное, восьми лет достаточно ярко фиксируется. Тот же Дуда побеждал на выборах, по-моему, с отрывом от своего кандидата второго с разницей в 3%, если я не ошибаюсь. Эта цифра, она как-то преследует и польское государство, и беглую оппозицию. Так вот, на протяжении этих восьми лет польское общество, оно сгруппировалось в две равные приблизительно такие части общества, которые выходят на такую жесткую конфронтацию друг с другом. Вот Лех Валенца во время электоральной кампании в СЕИМ уже неоднократно говорил о том, что Польша на пороге гражданской войны. Что ты думаешь по этому поводу, может ли дойти до такой конфронтации? Потому что силы на сегодняшний момент приблизительно равны. У одной части польского общества за ней президент, который продолжает представлять ту самую правящую партию права и справедливости. И вот эта некогда оппозиционная структура во главе на сегодняшний момент с Дональдом Туском. И если раньше это было в медиапространстве, то сегодня мы видим эту конфронтацию уже на улицах польского государства. Опять же, относительно вот этих двух задержаний уже оппозиционная право и справедливость заявила о том, что выведет на улицу максимальное количество своих сторонников и будет протестовать против вот этого произвола, как они назвали это задержание? Вполне возможно, что не только Польшу, но и другие страны Европейского Союза ждет угроза гражданского противостояния. Мы наблюдаем, что буквально вчера в центре Италии собрались сотни людей в черных рубашках, которые зиговали и прославляли нацистских лидеров и нацистские лозунги. Причем на официально разрешенном митинге. Отчего это все происходит? От того, что европейцы и поляки в данном случае, польская власть, я имею в виду, не прислушаются к своему народу, а АБ слишком увлеклись под воздействием их американских, британских кураторов, брюссельских кураторов внешней политикой. Вместо того, чтобы заниматься внутриполитической повесткой, они занимаются и участвуют, напрямую участвуют в военных конфликтах других стран. И в результате, что наблюдают поляки? Ну, например, такой парадокс, как идет разрушение транспортной отрасли Польши. Они преследуют польских дальнобойщиков, а при этом дальнобойщикам Украины зеленый открыт свет, сняты все ограничения, все разрешения, и они спокойно перемещаются, демпингуют, уничтожая, так сказать, транспортную отрасль Польши. Как это можно назвать? Преступление. Но почему польское правительство на это пошло? Потому что настоятельно попросили заокеанские партнеры сделать, оказать преференции. Такие же мы преференции видим по зерну, по продуктам сельского хозяйства. То есть, свою, парадокс, свою отрасль уничтожают, а чужую отрасль стимулируют. Это очень важная проблема. От этого идет раскол. Раскол общества и польского, и европейского общества. Он будет нарастать. Если мы берем дальше Европу, то там уже вступают такие вопросы, как политика в отношении мигрантов. Это катастрофа политики в отношении толерантности, так называемой. Это тоже катастрофа именно замедленного действия. Но в Польше, слава богу, эти вопросы не так актуальны. В Польше, прежде всего, этот конфликт связан с тем, что власть не слышит народ и именно уничтожает экономическую сферу. Но еще, знаешь, Андрей, очень интересно, уважаемые слушатели, как посмотреть на мимикрию представителей вот этой беглой белорусской оппозиции. Мы иногда ее часто вспоминаем, хотя она никакой роли не оказывает ни на события, ни в мире, ни в Европе. Но на события в Польше, судя по всему, оказывает. События в Польше оказывают только, если выполняя какие-то разовые получения польских спецслужб. Но посмотрите, почему мы их упоминаем. Посмотрите, как они ведут в похожих каких-то ситуациях или в ситуациях, которые критичны для свободы слова, прав человека. Вот захватывают государственное телевидение. Тишина. Выгоняют там оппонентов, депутатов из Сейма. Тишина. Вот захватили, ворвались в дворец президента Польши. Сейчас он назвал это вызовом польской государственности. Они завтра собирают какое-то подобие Майдана у стен польского Сейма. Это тишина. А почему они не выражают свою позицию? Ты публично поддержи или осуди ту или иную сторону. Потому что они находятся на содержании. Это содержанки. На содержании фондов, которые им дают финансирование. Поэтому, если, не дай бог бы, они к чему-то бы дорвались в Беларуси, они также бы выполняли волю тех, кто дает им денег. Потому что, кто деньги дает, тот и музыку играет, тот и танцует. Это очень важный момент. Вот в такой кризисной польской ситуации посмотреть на наших представителей, которые нам рассказывали все эти годы про демократию, права человека, неприкосновенность частной собственности, гуманитарное право. Это вообще отдельный вопрос, как польские пограничники обрекают на смерть несчастных мигрантов. Избивают их, в мороз перекидывают через забор, хотя обязаны их принять по европейскому законодательству. И ни одного слова, кстати, гражданских активистов мы не услышали. Интересный момент относительно беженцев, которые гибнут на польской границе. Последний случай, по-моему, вчера был, если не ошибаюсь. И самое интересное и показательное, на что обратил внимание на видео, которое публикуют белорусские пограничники, лежит вот этот замерзший насмерть человек арабской внешности в легкой летней куртке. То есть мы можем предположить, что этот человек либо попал на территорию Польши в какой-то теплый период, но явно он не приехал откуда-то в легкой куртке и пошел по лесу в сторону польской границы, условно. Либо это, опять же, человек, который попал в Польшу вообще легально, потому что недавно завершилось расследование по этому визовому скандалу, согласно которому польское государство официально распродавало визы на территории Африки, Азии, и беженцам за, я не помню, около 5 тысяч долларов называли стоимость за одну визу, и, по-моему, порядка 300 тысяч было реализовано подобных документов. То есть эти люди могли и официально попасть на территорию Польши по их официальным документам, а на сегодняшний момент их просто выбрасывают в сторону белорусской границы и смотрят, наблюдают, как они замерзают насмерть на этой сопредельной территории. Но это просто ужасный, на мой взгляд, подход. Ужасно, чудовищно. И наши пограничники, наши сотрудники правоохранительных органов, это святые люди. Никогда в жизни, вот если представить, может ли такую ситуацию, может ли белорусский пограничник взять человека за руки, за ноги, перекинуть в мороз, зная, что с ним будет через эту стену, этот забор, выстроенный польской стороной. Через скалитку обычно гонят, которая якобы для животных. Никогда такое даже в голове у нас, даже если приказ такой будет, люди скажут, вы что, нельзя так делать. И такого даже приказа никогда не будет. А при этом расчеловечивание польских силовиков идет уже второй год, ведь они же наблюдают и они это принимают. Но принимая это, они должны понимать, что с ними может также судьба... Она, судьба такая интересная, ироничная дама, она может поступить точно так же. И вот наблюдать, как спокойно, как люди гибнут в наших вот болотах, лесах холодных, приграничных, это чудовищно. Это уже проявление и зачатки нацизма. Ты знаешь, здесь надо отметить, что и к самим польским пограничникам относятся не лучше, чем к животным, потому что публикуют на сегодняшний момент достаточно много видеоматериалов, где, собственно говоря, на видео видно, в каких условиях они находятся на этой пограничной территории. Это какие-то собачьи будки, созданные, может быть, кто-нибудь видел, есть такие кубы специальные, в которые песок насыпается, они такие военные сооружения строятся. Вот, по сути, из этих кубов с песком сделана будка 2 на 2 метра с деревянной дверью, и вот они там, как собаки обозленные находятся, польские пограничники. Я не удивлюсь, что вот такое животное отношение к собственным представителям военизированной структуры, оно и вызывает уже у этих людей какую-то обозленность, что это вот мы из-за вас, из-за беженцев здесь находимся в таких нечеловеческих условиях собачьих, и поэтому, может быть, такой озверин и действует в отношении этих людей, поэтому они уже начинают не воспринимать их как людей, а относятся действительно как к животным, потому что, ну, и к ним относятся приблизительно так же, не намного лучше, чем к тем же беженцам. Ну, все очень просто, да. Рыба гниет с головы. В Беларуси власть принадлежит народу, а в Польше власть принадлежит не полякам, а политическим польским элиткам, элитам, кланам, группировкам, которые делят бюджет, стравливают одну группу населения на другую и также относятся к польским военнослужащим. Пока польский народ пребывает в таком состоянии, никаких подвижек к позитивному у них не будет. Чтобы подвижки были к позитивному, власть должна принадлежать народу. И я бы им рекомендовал очень настоятельно взять один из наших основных идеологических нарративов на вооружение. Это социальная справедливость. Мы, восточные славяне особенно, очень к этому ранимо относимся. И если они думают, что поляки ничего не видят, ничего не понимают, они, эти польские элитки, ошибаются. И мы уже видим, что уже происходят акции гражданского неповиновения, акции гражданского блокирования, скоро будут идти акции гражданского ареста. То есть, когда вынуждены отдельные группы польского народа, допустим, дальнобойщики или фермеры, отстаивать свои права. Кстати, мы это видим, наблюдаем уже и в Германии. Потому что политики, к которым они доверили свои голоса, их права не отстаивают, несмотря на какие-то прогрессивные лозунги. Как только их избирают, происходит все то же самое. Ну вот как раз относительно Шольца, сейчас активно обсуждается в Германии его отставка. И многие политологи открыто говорят о том, что до конца своего срока Шольц может не досидеть. И вот этот протест фермеров, который на сегодняшний момент развернулся, к нему ведь присоединяется все больше представителей других профессий. С сегодняшнего дня, насколько я знаю, железнодорожники включаются в эту акцию. А в Германии, если может быть кто-то не знает, и так в целом достаточно сложная ситуация. Мы вот привыкли, что поезд, если написано, что он придет в 12.30, так он в 12.30 будет стоять на перроне. То есть уже там за 10-20 минут до отправления. А в Германии ты можешь перейти к этому времени, а уехать часам к 4 вечера. Потому что перебои в связи с вот этими участившимися акциями протеста, с сложностью в целом, с обеспечением железной дороги, ресурсами, квалифицированными кадрами и так далее, он практически беспрецедентный. Так вот эта акция протеста фермеров, она действительно колоссальная. Смотришь видео, где выезжают, мне кажется, ну десятки тысяч тракторов. Они когда особенно ночью включают свои вот эти проблесковые маячки, такое ощущение, что полгермании сияет в этот момент. И люди настроены достаточно решительно. Плюс немецкое правительство и силовые органы говорят о том, что в эту мирную акцию протеста, она действительно мирная. Фермеры не хотят каких-то радикальных действий, но в эту мирную акцию протеста пытаются интегрироваться люди достаточно радикальных взглядов. И все это может перерасти в достаточно серьезное противостояние, в том числе и с силовыми структурами. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что тень гражданской войны замаячила над Европейским Союзом. Очень явно и очевидно. Мы уже приводили в пример вот это итальянское сборище вчерашнее нацистов. Мы видим результаты голосования за крайне правые радикальные партии. Эти цифры от выборов к выборам все выше и выше. И, конечно, это реакция людей, реакция избирателей на ту политику, которую проводят европейские элиты, в том числе Шольц в данном случае. То есть интересы своего собственного населения ставятся в угоду внешней политике. Это главный нарратив сейчас во всем Европейском Союзе. Мнимая какая-то толерантность ставится над традиционными ценностями. Это тоже очень больно наблюдать. Мы вчера узнали, кто стал премьером Франции. Это представитель очередной ЛГБТ. Но неужели во Франции не нашлось нормального мужчины, простите? Обязательно надо брать полового, простите, извращенца. Премьер-министром великой ядерной державы. И вот этот простой француз, этот простой немец, этот простой итальянец наполняется яростью, смотря, наблюдая, что происходит. В связи с этим эти конфликты будут обостряться. Они будут обостряться в том числе потому, что 5-миллионная армия мигрантов, как минимум, поселилась в той же Германии. Со своими порядками, со своими правилами, со своими требованиями. И, к сожалению, европейские власти в некоторых городах идут к этим одиозным и ужасным требованиям навстречу. Например, запрет Нового года или запрет какого-то вида мяса в школьных столовых. То есть, то, что мы наблюдаем, это не шуточки. Если они, европейские политики, элиты продолжат играть вот в эту всю толерантность, якобы толерантность, права человека, якобы права человека, псевдодемократию, да, значит, и полное отсутствие социальной справедливости, это все приведет к гражданской войне. И если кто-то скажет, что мы с вами это преувеличиваем, не может такого быть, то я вам напомню, что Илон Маск об этом написал несколько месяцев назад в своей соцсети. Что над Европой маячит тень гражданской войны. Поэтому, что для нас опасно? Опасно, что все эти войны европейские всегда отражаются на Беларуси. Они же ходят туда-сюда, на Россию и обратно, через нас. А потом у нас нехватка одной трети населения. Вот, поэтому это очень пугающая тенденция. Мне кажется, что мы сейчас находимся в конце 30-х, если проводить параллели. Кто-то говорит 41-й, 43-й. Нет, мы находимся в конце 30-х. И нам надо любой ценой выстоять, обеспечить мир, обеспечить стабильность. Значит, это самая главная задача наша. Никуда не влезть и сквозь эти все льдины, внешнеполитические, геополитические, проплыть спокойно, обеспечив нашему народу, нашим пенсионерам стабильную, спокойную жизнь. Ситуация действительно крайне сложная. Я вот, наверное, года 2-3 назад в рамках агентства теленовостей делал выпуск своей рубрики относительно разгула и подъема правых популистов на территории Европейского Союза. Я хочу сказать, что вот эта ситуация с чернорубашечниками в Италии, она ведь не единственная. И в Испании выходят на подобные марши, потому что есть тоже культ определенных вождей правых взглядов в Испании, в Германии, во Франции. То есть старая Европа, особенно люди консервативных взглядов, они в этих идеях находят некую отдушину, как мне кажется. Это такой уже, знаете, выплеск тех эмоций, которые у людей накапливаются против вот этого ЛГБТ-навязывания, против того, что людей заставляют. Это же, ну, абсурд, когда на законодательном уровне к тебе приходят и говорят, что если ты откажешь своему ребенку в финансировании перехода его от мальчика к девочке, то ты подлежишь уголовному преследованию. Это насколько абсурдным должна быть ситуация в государстве, чтобы ты имел уголовную ответственность за подобное. Мне понравилось, я вот, кстати, тоже не так давно смотрел видео одного русскоязычного немца, который говорит, я своему ребенку в 4 года не позволяю делать выбор, что он будет на завтрак есть сосиску или кашу. Ну, потому что я родители, вот что я могу там, условно, ему дать или что я считаю полезным для него, то он и будет кушать, условно. А когда ребенок в 5 лет говорит о том, что, папа, я хочу стать девочкой, ну, и ты на законодательном уровне должен обеспечить ему вот этот переход, что дальше? В той же Канаде фиксируется на сегодняшний момент увеличенный спрос на легальное самоубийство. Я вот сейчас не помню, как это называется, но люди, в том числе, делая вот эти переходы из, ну, мальчика в девочку, из мужчины в женщину, впоследствии сталкиваются с тяжелыми психологическими травмами, когда к тебе через 2-3 года приходит ознание, что это какие-то твои социальные вопросы не решило, какую-то возможность завести пару себе там и так далее, то все начинает природа брать свое, и люди понимают, что, ну, все, наверное, выходы из этой ситуации. Либо покончить с собой, либо вот те, кто еще продолжает сохранять какой-то здравый смысл, они уходят в праворадикальные идеи и видят решение вот этой навязываемой проблемы через формирование вот таких коалиций субкультурных, идеологических внутри своего сообщества, чтобы бороться с тем, что им навязывают. Опять же, неоднократно говорил в эфире на нашем радио и на своих телеканалах о том, что неоднократно коллеги снимали сюжеты, как европейцы консервативных взглядов приезжают в Беларусь и пытаются здесь найти свою жизнь. Это и испанцы, и немцы, и итальянцы. Достаточно интересная тенденция. Многие годы мы почему-то считали, что нас все равно ассоциируют как-то Балторуссия, какая-то часть Российской Федерации. На сегодняшний момент люди даже в Европе начали активно разбираться, в какие государства евразийского пространства им интереснее было бы переехать, чтобы, во-первых, воспитывать своих детей, а во-вторых, во-втором случае это встретить свою старость в каком-то консервативном обществе, к которому они привыкли, особенно если это говорить о немцах. Вообще надо в целом понимать, что европейцы, они по большому счету ничем от нас не отличаются в консервативных взглядах своих. Это если бы сегодня в Беларуси начали навязывать какую-то ЛГБТ-повестку, ну точно часть людей задумалась бы о том, куда бы переехать, чтобы своих детей растить в каких-то нормальных условиях. Вот что думаешь, Юрий, по этому поводу? Является ли это отчасти какой-то, ну в том числе причиной развивающихся событий? Конечно, это и есть причина фашизации европейских граждан, и к европейским самим гражданам нет никакой претензии, потому что им не оставили никакого выхода, у них только одна дверь, идти вот в этот радикализм. Потому что все, что навязывают, и это противоречит человеческим, нравственным, духовным основам. Ведь великая немецкая, польская, испанская культура, она это всего не предполагает, вот этих всех извращений. Ну и плюс дополнительно к вот этой вот повестке расчеловечивания, к повестке расчеловечивания. Ведь надо понимать, почему они это все лоббируют. Чтобы мы расчеловечивались, не размножались. Вот откуда идет эта пропаганда вот этих всех безобразий. Чтобы мы не размножались. Вот у них какая цель, у тех, кто это лоббирует. Вот. Но плюс к этому добавляется еще война против отдельных групп населения, против своей экономики. Ну, как можно объяснить, что польское правительство уничтожает своих дальнобойщиков. Немецкое правительство уничтожает своих фермеров. Немецкое правительство уничтожает своих, свою экономику, позволяя взрывать трубопроводы газовые, что обеспечивало получение дешевого газа. Значит, французское правительство уничтожает сферу образования своих учителей. Они же, фактически, идет война против этого европейского населения. И очень хорошо, что у нас часть людей, покинув Беларусь, некоторые из них возвращаются, кто-то еще не созрел к этому. Хлебнув европейских ценностей. Ну, они, да, они должны хлебнуть европейских ценностей и посмотреть, значит, каково это. Быть полгода, а не три года в декретном отпуске. Или записываться к терапевту или педератору и получать этот прием через два месяца, а не на завтра, как у нас. Искать по всей Польше прибор МРТ и платить за него 300-400 евро, а не, как у нас, в 3-4 раза ниже. Поэтому они должны посмотреть, и те же опоздания, я помню, во время перестройки в какой-то из передачи рассказывали, вот, дескать, там, вот там, на западе, в Японии, машинист на одну минуту опоздал и сделал себе харакири. Вот такая была история. Но сейчас что мы наблюдаем? Задержки рейсов, автобусов по всей Европе на час, два, три. Да, то есть неправильное время, неправильные перроны даже. С этим сталкиваются люди. То есть вот вся совокупность мелочей. Мне недавно, значит, один коллега написал, который уехал на Балканы, что, как он борется героически с плесенью, оказывается, на всех Балканах, на всех, нету центрального отопления. И он в шоке, что может такое быть. Как это так? У нас тут, дескать, в совке нашем, все в центральном отоплении, а там мы каждый год хлором травим плесень. Вот, элементарная вещь. Я вот здесь, знаешь, что, не помню, правда, так, чтобы не наврать, польский или украинский политик, вот недавно тоже в новостях пробегала новость о том, что централизованное отопление в домах, это пережитки, это вообще какая-то имперскость, и вообще этого не должно быть. Каждый должен этим заниматься самостоятельно. Поэтому, если у вас есть центральное отопление дома, вы империалист. Империалист. Значит, это почему важно? Если бы мы тут с экранов это рассказывали, они бы наверняка эти скептики не поверили. А вот сейчас они столкнулись сами и понимают, да, у нас есть тоже вопросы, мы их решаем, но мы выжимаем из нашей экономики, из нашей власти все, что можно выжить. И принцип социальной справедливости у нас прежде всего. У нас миллиард долларов в год только на детские пособия уходят. А где нам их брать, если у нас нет ни нефти, ни газа? А мы берем. И президент берет, достает эти деньги и правительство, и парламент. То есть работаем, так сказать, из последних сил на благо народа. Ну, конечно, мы не ресурсное государство. И так суперхорошо, как в развитых самых странах Европы, мы еще не пришли к этому. Но делаем поправку, а там же суперхорошо, живет только часть населения, пусть даже какой-то средний класс, но по 10-20% там голодают, живут в хибарах, валяются на улице, там же и умирают. Это же не пропаганда никакая, это факты. И вот очень хорошо, что наши скептики, которые здесь смеялись над нашим экономическим, политическим устройством, они сейчас это все видят и сейчас думают, что делать. Вроде и вернуться назад им гордыня не позволяет, но как же так у нас не получилось. И оставаться там они не могут, смотреть на то, что происходит. Потому что, когда ты посмотришь даже, как калечат твоих детей в школе, вот этими ценностями, толерантными, в кавычках, то ты ничего не хочешь, ты хочешь только убежать. Взять ребенка и убежать. Или, допустим, как там распространены наркотики, допустим, в той же Чехии. Ведь у меня ребенок вот приехал недавно с экскурсии и рассказывал, там даже запах в городе, запах вот этой травы. И все, которые туда приезжают, они знают, что там запах наркотиков. Так вот, вот уже ты столкнешься даже на самом маленьком уровне с ужасами так называемого цивилизованного Запада. Только если у тебя есть деньги на элитную школу, на жизнь в каком-то элитном гетто, тогда ты там можешь чувствовать себя полноценным человеком. А так ты будешь себя чувствовать всегда инородцем. Поэтому, если наши сограждане, кто-то еще думает, чтобы вернуться, мы призываем их немедленно возвращаться. Территория Беларуси – это территория мира. Потому что, повторюсь, мы сейчас находимся в конце 30-х годов. Дай бог, чтобы я ошибся. И впереди будет пожар, в том числе на европейской территории. Только мы можем этого избежать. Уже даже тех же беглых называют людьми второго сорта и пытаются лишить их там вида нажительства и так далее. Но я думаю, что мы столкнемся еще с таким глобальным возвращением, покаянием. В целом, там уже не так много людей осталось на территории Европейского Союза, именно белорусов, по крайней мере. Я напомню, друзья, что у нас интерактивный эфир на протяжении всей нашей беседы. Мы могли задавать свои вопросы. Попрошу коллегу их озвучить. Вы знаете, наши слушатели очередной раз продемонстрировали высокие моральные качества наших белорусов. Наши слушатели, вот Наталья, например, Змогилева, сострадает мигрантам, над которыми издеваются поляки. Слушатель Владимир говорит, вы знаете, что с одной стороны, в Польше, понятно, происходит правовой беспредел. Вроде бы надо бы нам радоваться, но мы очень озабочены этой ситуацией, потому что страдают простые люди. Наш слушатель, представился Николай Николаевич, говорит, что вообще возмущены и переживают с той ситуацией, которая происходит в Италии с чернорубашечниками. То, что происходит во Франции, в Германии, говорит, к чему-то приведет. И вот один слушатель нас спрашивает, все-таки, есть ли какое-то коммунистическое рабочее движение, слышен ли голос этих людей? Потому что выходят против политики правительства простые люди, обыватели. А кто их организует? Все когда-то, в советское время, как вот он выразился, все-таки мы говорили о коммунистическом движении, о рабочем движении. И они как-то, в общем-то, демонстрировали свою силу. Что сейчас происходит? Потому что ждать стихийных выступлений – это страшно. Вот, как вы сказали, Юрий Валерьевич, чем это может обернуться? Прав очень слушателей. И вообще замечательно, что наши белорусы не злорадствуют, а действительно готовы помочь представителям всех наций, народностей. И мы хотим, чтобы был мир, стабильность, покой у всех наших соседей. И, в конце концов, они должны это где-то зафиксировать и отметить, чтобы обеспечить перезагрузку своей ужасной политики. Но это, прежде всего, касается Литвы, Латвии и Польши. Что касается инициаторов гражданского сопротивления, вы знаете, сейчас время партий идеологических, идеологий, оно, наверное, ушло. Наверное, мы не слышим, что где-то там за коперщиками гражданского отстаивания прав дальнобойщиков стали там социал-демократы, или коммунисты, или социалисты, или рабочие партии. Люди как-то в своем многообразии больше организуются не на идеологических, а на нравственных ценностях, более другого порядка. Потому что, когда идет такой накат на человека в своей природе, то уже неважно, кто ты, коммунист, консерватор, либерал, социалист, ты просто отстаиваешь, как у нас говорил классик, право людьми зваться. Или детям быть детям, мальчику быть мальчиком, девочкой быть девочкой, фермеру продавать свою продукцию, дальнобойщику ездить спокойно, без препонов и разрешений. То есть, в связи с тем, что сейчас идет не борьба вот этих идеологических школ, а борьба вообще, я бы сказал, зла против добра, в связи с этим и не видно и не слышен сильно голос вот этих именно идеологических, рабочих, коммунистических, социалистических движений, националистических, каких угодно. Именно в Европе сейчас слышен голос именно гражданский, голос граждан, которые борются против навязываемых им лжеценностей. Потому что эти ценности, их отвергают представители всех нормальных, даже идеологические оппоненты всех нормальных школ, течений и так далее. То есть, сейчас фактически в мире идет классическая борьба между добром и злом. Потому что, вот представим, что я коммунист, вы либерал, Андрей консерватор. Но нам всем противно навязывание искусственное извращений, расчеловечивание, унижение прав и свобод каких-то, ввязывание в конфликты. Это же всем, всем идеологическим школам чуждо. Поэтому сейчас граждане объединяются именно на основе, я бы сказал, здравого смысла. Вот какая специфика происходит в Европе. А вот наш абонент в СМС прислал такое короткое совершенно сообщение, это его мнение. Несторожнее существа для цивилизации, чем сам человек. Ну, видимо, будем сказать, что худшая, как говорится, часть человечества, видимо, они самые враги цивилизации. Все-таки есть при борьбе добра со злом, все-таки есть та когорта людей, которые относятся к той светлой стороне. Ну, дело в том, что исторически же человек, он поедает сам себя, не знаю, самка богомола есть еще, по-моему, поедает. И то только мужчин, женщин вроде не ест. А человек и женщин, и мужчин, и детей всех поедает на протяжении всех тысяч лет. И, конечно, мы, казалось бы, мы в этот наш золотой 21 век дошли до такого уровня взаимодействия, интеграции, кооперации, что, казалось бы, мы вместе сейчас должны срочно решать самые большие проблемы человечества. Самые большие. Прежде всего, связанные с климатом. Потому что это может погубить сотни тысяч, миллионы человек, если мы не остановим этот парниковый эффект и так далее. Все выбросы, связанные с ним. Все очень просто. Поднимается уровень мирового океана, затапливаются территории страны. Эти сотни миллионов мигрантов пойдут к нам на территорию, к территорию более находящуюся выше уровня моря. Это же все очевидно. И человечество должно объединяться, чтобы думать с этим, бороться. Как мусор перерабатывать, к примеру. Это тоже самая глобальная проблема, которая сейчас стоит. А мы вместо этого, точнее наши западные, прежде всего, партнеры, коллеги, как мы их дипломатично называем, они делают все, чтобы везде горел пожар войны, чтобы их ВПК, финансово-промышленные группы набивали карманы. Поэтому наш классик Маркс, он же был прав, он сказал точку. И насчет 100% прибыли, и насчет 300%. И когда он говорил, что капитал, и сам профинансирует эту же веревку, на котором его и повесят. Поэтому, к сожалению, в этом плане действительно человечество, часть человечества нас пытается направить куда-то не туда. Но мне кажется, что силы добра все равно победят. И вот наш белорусский опыт, он будет применим, ну если не во всем мире, то в каких-то частях мира, в каких-то, может быть, постсоветских странах. Мы видим, как его применяют эффективно сейчас в России. И очень важно нам показывать стандарты, идти впереди времени и не идти за этой конъюнктурой. А еще наши слушатели очень призывают быть более активными в соцсетях политологов, таких как вы, Юрий Валерьевич, журналистов, таких как вы, само собой, вообще медиаперсон, вам все это разъяснять. Потому что, говорит, сейчас, к сожалению, и уже не говоря о молодежи, даже люди старшего поколения живут в интернете. И там порой голос нашей беглой оппозиции слышен больше, чем голос праведный наших, в общем-то, конструктивных деятелей. Просят быть очень-очень активным. Особенно в это время, когда началась электоральная кампания. Ну и вообще, вот в это время, как вы сказали, борьбы добра со злом. Спасибо, Юрий, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Была достаточно интересная беседа, судя по количеству звонков, которые мы вот слышали, пока общались. В эфире был информационно-аналитический проект «Актуальный микрофон» на телеканале «Беларусь-24» и «Белорусском радио». У нас в гостях был Юрий Воскресенский, политолог, и я, ведущий Андрей Сыч. Увидимся. Актуальный микрофон. Аналитичная программа.